пробуй на думгая одеваю шлем ну как ну круто обратился к создателям думанная отлично смотрел для них я слишком брутален приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и с вами подкаст про игры со мной на связи михаил шкредов нет который изволит болеть видите ли у него там какие-то там простуды его одолевают или просто ему было лень приезжать в общем не знаю точно тем не менее я надеюсь вы все посмотрели на этой неделе сумасшедшие тизер и фильма doom annihilation который произвел эффект взорвавшиеся бомбы поскольку этот тизер был гораздо хуже всего что только можно было себе представить вот я ни себе не знаю то есть можно было ожидать подум что угодно вот что угодно кроме этой хрени вот и как-то это прокомментируешь откуда это возможно казалось бы возьмите крутого качка дайте ему в руки дробовик пусть он ходит по коридорам мочит зомби сюжета особого не надо пожалуйста не усложняйте концепцию что вы творите а тут какие-то бабы с какими-то пластиковыми пушками в руках причем отмечу женщины не сильно-то красивые в этом фильме куда мы катимся ну все по современным по современной моде вот сомнительная девушка сомнительная идея сомнительное качество все как надо понимаешь виталика глядя на вот doom annihilation я понимаю что ну ладно во первых даст это судя по всему будет даже хуже возможно чем doom со скалой который был мягко говоря не очень вот а то что это еще будет возможно даже вполне вероятно будет хуже чем нетленки уви болт уж последний хотя бы снимал просто адовый трэш адовый отстой и судя по всему понимал что он снимает адовый отстой здесь мы имеем знаешь вот такую вот безидейную директу dvd картинку ну который вот ну окей здесь взяли doom сняли за две копейки ввели в гугле модные идеи в игровой индустрии так сильные женщины не сильно красивые сильные женщины хорошо вот и все сильные женщины с большими пушками вот что у них еще пойдет мне на самом деле не очень понравилось то что во первых создатели прикрываясь брендом дума то есть я так понимаю бренд до сих пор принадлежит коммун там кто делал warner bros или кто вообще создает этот фильм нет universal подразделение universal которая занимается домашним видео в плохом видео вот то есть это по походу как они бы его имеют но и имеют в пополной программе то есть у них есть логотип дума у них есть громкое имя у них надпись она элэйшн елки-палки показывают какую-то фигню честно говоря дум со скалой я ждал с большим интересом поскольку я тогда тоже думал блин ну у вас есть скала у вас есть карл урбан у вас есть бфг фильме у вас есть даже доктор кармак если помнишь там типа типа стр у вас есть темные коридоры все что вам еще нужно но нет они умудрились эту идею запороть и когда казалось хуже уже быть в принципе не может появляется вот это так что ну как и для по играм есть конечно хорошие экранизации но я смотрю что создатели фильмов по этому поводу особо не на эту тему особо я значит гору горой за бренд стоять не буду продаются вот такие классные картонные шлемы шторм трупперов и звездных войн то есть технически так как если бы взяли мы понаделали таких шлемов и решили сделать фильм именно на продажу фильм по звездным войнам вот как бы от фанатов точнее как бы горело у фанатов если бы создатели из диснея решились именно на такой поступок фанаты дума кто они такие их мало их всего навсего миллиона фанатов звездных войн сотни миллионов поэтому мы конечно их тоже будем слушать хотя кто их слушает блин тех фанатов звездных войн действительно учитывая последние фильмы там на фанатов класть хотели спал они знают как работают над расширением аудитории расширяйся как-то у нас будет хорошо сказала то что смысл фразы что то что серия была создавалась в том числе для белых мужчин а точнее для парней отнюдь не означает что мы должны и сегодня в первую очередь делать продукцию для них действительно кто-то ну тут недавно еще капитанша марвел тоже удивляла своеподобными высказываниями посмотрим еще на судьбу этого фильма в прокате именно в в долгосрочной перспективе вот тем не менее поговорим сегодня о хорошем о хорошем то есть о компании microsoft которая внезапно в своего выступления взяла из анонсировала то что сборник игр хэйла the master chief collection выйдет на писи и честно говоря для меня это наверное лучшая новость вот с начала этого года поскольку причем игра появится в microsoft 100 на windows и в стиме одновременно плюс это будет не просто мастер chief collection я помню в оригинал мастер chief collection входил только первый хала ремонтированы второй хала ремонстрированы третий хала четвертый хала хала три хала три у д ст добавили потом да его сейчас продают отдельно то есть его добавили в качестве извинения за проблемы с сетевым кодом то есть многие люди просто не могли нормально играть и поэтому им по тем людям которые купили там то ли в первую неделю то ли в первый месяц я не помню точно им подарили хала три у д ст и сейчас они могут его докупить в комплект по моему за 5 долларов но не суть не суть и главное что они анонсировали проведутся работы и на писи выйдет также хайло рич которыми многими считается чуть ли не одной из лучших игр в серии я не придерживаюсь этого мнения для меня все где нет мастера chief а все не канон и недостойно существовать вот но тем не менее да тем не менее новость просто прекрасно почему вот новость прекрасная потому что сериал хэйла если задуматься это последний из магикан все вот больше классические сериалы как-то повздыхали вот еще думку и как трепыхается до переда его переродили посмотрим на то как он будет идти дальше но это именно серия кто у нас начинал нас doom квейк анрилл half-life fear какие еще назовешь такие популярные в свое время именно киллзона нет ну кстати и киллзону можно назвать и резистанс можно назвать да имя нет метроид еще что-то делаются да но опять же то есть были из целой серии классических научно-фантастических боевиков и в итоге прошло почти уже два кстати уже почти 20 лет прошло прошло 20 лет и выжил только один вот быть вытянули вот бань же ушла делать дейстине другая команда подхватила вымпел и достаточно неплохо своей работой справилась так что и меня больше всего шокировало что microsoft выпустит игру одновременно в стиме вот чем это неужели до филла спенсера наконец-то дошло что сообщество нужно пополнять именно и в том числе таким вот способом то есть не пытаться как галенкин делает всех вот согнать кнутом в один загончик да а именно мягко такая вот мягкая как говорится сила когда ты берешь выпускаешь игру hell is a master chief collection она выходит в стиме но для того чтобы играть в онлайне вам нужна будет учетная запись microsoft соответственно это как знаете такая вот хитрожопый выверт формата ubisoft то есть вы с одной стороны можете купить игру в стиме но юплей вы все равно поставить и зарегистрируетесь через него вот таким образом как бы вы все равно будете нашими вы все равно будете с нами вот но мы сделаем вам приятно эта игра окажется у вас библиотеки вопрос конечно еще по поводу технической реализации они заявили о том что игры будут выходить постепенно не сразу не будут выходить то ли в хронологическом порядке не знаю хронологическом начиная с ричи вот потому что если хронологически то это именно с ричи все начинается но в ричи нет мастера chief а это не канон вот но в то же время это одна из последних это вообще последняя игра которую сделала компания банджи под патронажу microsoft и там кстати почему она будет интересна игрокам почему она будет интересно в том числе написи потому что она вобрала в себя все последние механики тарас во вторых там уже заметной идеи destiny очень много в том числе даже и визуальный дизайн частично уже можно оттуда художники можно сказать работали и там и там параллельно вот и плюс ко всему это их классный сингловый шутер это классно кооперативный шутер это и классный мультиплеер там прям все все что надо давно вы играли в кооперативные шутеры а тут вам сразу подгоняют я кстати отмечу что все хайла можно проходить в кооперативе что в принципе офигительно и и плюс в каждом есть отдельный мультиплеер причем да я не знаю насколько он будет популярен на писи учитывая так что очень много очень много большая конкуренция и учитывая особенно то что блин во всех этих играх есть мультиплеер ну кроме хайла 3 у дст там мультиплеер от хала 3 просто они его продавали в комплекте и благодаря этому неплохо смогли продать в свое время эту версию вот таким образом скажем большое спасибо компании microsoft и будем надеяться что данный шаг не последний они уже и до этого сотрудничали со стимом они до этого показывали нам что они могут задвинуть свою горлость поглубже и свои игры в том числе продавать через тим вот и и как мне кажется это все таки тоже намек на то что такой маленький маленький намек на то что microsoft с валв какие-то переговоры ведутся ну не стали бы они отдавать свои лицевой бренд можно собирая microsoft ведет себя да в принципе близка политика к юбисофту когда они сначала аккуратно хотят подсадить всех на xbox life сервис а потом и инфинит а потом присесть им на лицо микротранзакции или нет а потом присесть им на лицо халл инфинит который будет обязательно только точнее который будет только в microsoft microsoft просто поняла что даже я думаю они посмотрели на данные продаж forza horizon 4 windows но гирзу for 4 в целом посмотрели на печальные эти цифры поняли что резкие переходы не работают что надо как вот юбисофт тоже делала вот если у тебя нет таких пищевых серий как ну типа battlefield корни которого все-таки глубоко достаточно писи платформы уходят в свое время что помогло кстати электроник арт запустить свой origin как и в общем-то sims серия вот и что нету microsoft таких написи сейчас брендов и надо да если у тебя нет таких брендов то тебе надо идти на поклон к лидеру рынка пока еще габену и говорить ему а давай мы у тебя выпустим и вот хейла collection просто парадоксальная ситуация складывается с одной стороны мы видим что в эпик 100 валом валят люди которым знаешь так немножечко позолотили ручку вот а с другой стороны ведущие издатели говорят ребят идите лесом идите вы лесом со своими странными предложениями мы будем продавать игры в стим так у ведущих издателей всех хорошо с рекламы у них изначально ожидаемыми продажами у них изначально скажем так все хорошо с как это сказать можно сказать и с качеством игр в том числе потому что кола и задача хала master chief collection это подготовить не в последнюю очередь это подготовить аудиторию к выходу halo infinite в том числе на windows 10 я почти уверен что на скорее всего будет только в microsoft 100 тем не менее вот надо подготовить аудиторию и что ее готовить в пока еще мягко говоря не очень популярном на ларьке галенкин и компания ну как-то странно было бы вот японцы да они кстати тоже ребята достаточно неторопливые все свои основные проекты в стиме пока еще выпускают или просят таких денег которые эпик геймс платить не готов вот опять же зачем прежде опять же сколько галенкин может предложить свинни эпик геймса тому же microsoft microsoft своих денег хватает задача у хала collection немножко другая поэтому вполне логично что они в самую популярную платформу и пошли вот нормально ребята молодым кстати они же до этого выпускали тот же хайло ворс в steam то есть они выпускали игры в стима неоднократно спенсер говорил что они слышат аудиторию что будут в этом направлении развиваться знаешь кстати кстати а почему бы microsoft и не продолжит такую политику в том-то и дело дело в том что если надо в задача стоит продать игру заработать денег то какого черта вообще а не тупить да так вот становиться в позу говорить вот мы открываем свой магазин и приходить теперь к нам но если не работает вот все не получилось развить вот microsoft store вот до нужного момента все но не идут люди люди не хотят покупать там игры и скорее когда ты выпускаешь игру там эксклюзивно это становится ее могильным холмиком потому что про нее никто не знает в этот магазин никто никогда не заходит то есть даже я которая казалось бы каждый день читаю новости иногда открывают этот магазин такой вот это вышло вот это вышло а сама microsoft да не так часто радует на играми чтобы давать повод открывать это все дело поэтому все правильно все правильно то есть если задача задача стоит зарабатывать деньги ты должен выпускать на максимальном количестве платформ вот касательно опять же я же принципиальная составляющая политики microsoft это быть доступными везде да это нужно важно если некоторые флагманские проекты все же будут эксклюзивами но вот такие проекты популяризаторы и проекты второй волны ну там ориен за вы love the wisps допустим или крикдаун 3 который может доберется до стима не удивлюсь то есть они будут выходить везде где только можно ну да вполне логичная политика мне кажется и следующий момент дело в том что на компанию боевая последнее время катятся бочки со всех сторон игроки почему-то недовольны эти вечные токсичные геймеры обозленные на то что у них нет отношений с девушками ну как это обычно бывает естественно вот и вот они срываются вот в своем вот токсичном угаре на бедное несчастное боевая который выкатила прекрасную совсем во всех отношениях прекрасный продукт и настолько обрабатывают их своими комментариями на форумах что компания представители компании боевая уже боятся даже заходить на эти самые форумы помните я как-то рассказывал что никогда еще не видел такой реакции когда на форуме reddit чуть ли не под каждым сообщением пока появлялись разработчики отвечали говорили обещали улучшить и все остальное сейчас они это не делают и делают они этого многому за того что да чтобы они сейчас не сказали на них срываются люди вот просто ты хочешь сказать что ребята мы поправим баланс и на тебя сразу негодующие фанаты блин где вы раньше были игре уже месяц что происходит боевая уже не то но и все это конечно неприятно неприятно выслушивать свой адрес подобный негатив это несомненно с другой стороны то что андем эта игра которая не удалась эта игра которая стала разочарованием и как бы ни оказалось что она станет надгробным могильный не ляжет на могильной плитой на холмик под названием боевая но вот это да вот это скорее всего потому что я честно я вот когда игру вот она только вышла я начал не играть я понял все у этой игры нет нет шанса просто нет шансов то есть люди которые добираются до эндгейма еще по один из него доберись вот сейчас компания ломает все что только можно проблемы с баланс на прошлой неделе мы обсуждали что пушки которые первого уровня оказываются эффективнее супер легендарных пушек которые ты выбиваешь в эндгейме что бред сейчас пользователи обнаружили еще одну дыру в балансе оказалось что если ты снимаешь себя модули тут ты оказываешься тоже эффективнее чем с модулями вот ну как так прикольно фоллаут почти фоллаут 76 хорошо я же говорю bethesda не ломала игру не ломала она делала дебильные шаги в работе сообществом но она самую игру не ломала одесса разработчики вот они вот как выпустили и сами не знают что с ней делать такое ощущение что люди которые отвечали за код баланс там прочее вот все нет идеи нет концепции ради чего за что почему судя по всему мало что есть понимаешь я с одной стороны он типа правильно сказал будьте конструктивными постарайтесь высказывать мысли спокойно не спамте там не не буду не флудить и так далее и так далее окей все про мне во первых понравился комментарии то ли у нас на сайте то ли где еще в сети когда он сказал раньше обстановка была дружелюбнее на что ему ответили раньше вы делали mass effect 1 и 2 да вот а сейчас вы делаете андромеду и анзо ну сколько там 22 числа вот вышел этот патч первого дня они повысили внезапно падение лута и потом убрали с тех пор народ на эту тему гудел потом они вроде как повысили опять убрали что это такое то есть вам уже не одну неделю сообщество достаточно четко дает понять что им надо и мягко говоря не тонко сообщество напоминает да 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 не тонко намекает что им нужно нужны горы лута не обязательно ценного но должно быть как я уже говорил в прошлом выпуске чтобы ты им обмазывался они продолжают убирать и убрали вот это вот вроде как грамм баг в кавычках но это правда был баг который улучшал игру вы в игру лучше сделали ребят но нет они убрали начали рассказывать что мы недовольны сами этой системой мы что-нибудь придумаем понимаете в таких случаях когда в неудачных запусках надо недовольный толпе так сказать ну как мне кажется кинуть кость просто просто что-нибудь вот я кстати даже не удивлюсь если bethesda была довольна скандалом сумками потому что на некоторое время про игру как фоллаут 76 не говорили все стебали только сумки вот искали там ценники на них было весело по моему в течении месяца по моему этот фан бесконечно всем было весело да вот все получали молодец все получали фан но никто не обсуждал фоллаут 76 непосредственно здесь у вас но вы не выпустили коллекционные издания хорошо плохо не известно но хотелось бы что вы работали как-то сообществом где работа где подвижки где какое-то желание хотя красивые слова на форуме мы что-нибудь сделать разработчики а точнее не разработчики фанаты они последнее время очень ну понятно уже по такому по простой причине всех собак вешают на компанию электроник артс компания электроник артс конечно не без греха конечно не есть большие проблемы и проблемы как мне кажется даже в том что отсутствие нет четкого такого жесткого руководства нет вот этого продюсера мечты которые есть у диснея да который руководит вот этим вот проектом марвеловским ну вот который файги да 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 который бы четко держал всех за одно причинное место и заставлял всех работать именно в таком вот диком темпе отметая все самые ресурсоемкие и самые дурацкие решения в пользу того чтобы делать просто хорошие блин игры проработаны от начала до конца фановые веселые и вот отсутствие контроля с одной стороны подарила нам эпикс легендс за что электроник артс и в первую очередь компания респонд интертаймент большое спасибо с другой стороны отсутствие контроля подарила нам андом вот джейсон шрейр там отметил что из-за почему вы ругаете электроник артс они лишь сказали компании боевая чтобы они сделали просто успешную с финальной с финансовой точки зрения мультиплеерную игру проекта с долгосрочниками на долгосрочную перспективу а все остальное это уже заслуга самой компании боевая и компания боевая решила в так быстро-быстро как это мозговой штурм ну вот мозговой штурм длился очевидно одну минуту потому что кто-то встал почесал пузо и сказал делаем клон дэстине его спросили а в чем же будет уникальная фишка этого клон дэстине а мы будем летать ну вот и все и пошли делать 6 не знаешь это каком-нибудь тупом фильме что мы так нам надо сделать игру самые модные тренды дэстине 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 что же должен быть должен быть оригинальные моменты тут камера наезжает на такую фигурку маленькую фигурку железного человека который стоит за одном из компьютеров у сотрудника боевая на такой тянется гениально у нас есть идея как мы это будем продавать вот ну опять же по моему шейф когда писал про это трек тег от эми хэннинг в виски был тоже говорил что были проблемы непосредственно у студии и что у electronic arts есть вот это вот проблема с продюсированием проектов иногда слишком разработчики скажем так уходят в свои мани мерки и не могут сделать что-то вменяемое electronic arts как-то не то толком их не может направить вот юбисофт с этим все получше значительно с другой стороны до боевая которая продолжаю я все больше и больше знаешь виталий я все больше и больше убеждаюсь глядя на анзам на ее качество на ее состояние что не было никакой флагманской боевая в эдман что был проект масс-эффект андромеда над которым ну которым руководили ребята из монреали где-то там фоне делался анзи и вот когда андромеда успешно слилась нас начали кормить вот этой вот идея о том что это вообще делали уборщик это не это не та боевая да настоящая боевая при итоге вот вышла анзам и которая юную нельзя сравнить в лоб с андромеда это очень разные игры на андромеда как скажем так трипл эй ролевая игра мое мнение было несоизмеримо лучше чем анзам как лутер шутер на основании того что я вижу по анзам назад назвался груздем полезай в кузов когда компания rockstar у нее что тоже мы огромное количество подразделений различных да вот и когда она под своим брендом под брендом rockstar там но саус что угодно да то есть когда выходит под их брендом это должно должен быть проект максимального качества здесь не получается что вот раз это не не целе не не ядро рокстар делает да не те ребята которые делали gta а другие ребята да вот то можно им простить вот эту вот халяву нет ребят то есть если вы назвали с рокстарами то вы должны делать гениальные игры свое время blizzard примерно то же самое было да то есть там blizzard нос было тоже несколько подразделений и в свое время каждая из них выпускала отличные продукты до определенного периода само собой ну блажно был же этот если если да ну нотидок тоже работает несколько команд но и тем не менее каждая из этих команд опять же если есть хороший продюсер дракман привет большой тебе отличный гениальный мужик вот и если он есть соответственно проекты все доходят до финала и все это и восхищают людей получает максимальные оценки и фанаты потом молятся на них годами ну вот и прощают главным героиням даже то что 언니 лесбиянки и быть хотя в любой другой игре бы сразу например убисовт вот они заикаются про лесбия sola dude вот опять пролезли все испортили Вот, но Тедок делает лесбиянок, нормально, хорошо, прикольно, почему бы и нет, действительно Пойду на Девианард залезу, что там такое, что там она вот вторая, это партнерша со своим длинным носом делает Поэтому если бы АВ делала плохие игры под чужим именем, то есть если это было другое подразделение, значит слабый контроль со стороны головного офиса А если так, то что-то в головном офисе не так, а если в головном офисе что-то не так, мы получаем андем, который является квинтэссенцией того, что игра не получилась, к сожалению То есть, конечно, фанаты есть у всего, да, то есть некоторые люди до сих пор появляются в комментариях и говорят, что вы все цепляетесь к этому андем Почему вы все никак не понимаете, я играю и мне нравится, перехожу после работы, запускаю, 15 минут полетал, получил кайф и все Ну блин, мы же сравниваем не с тем, это же игра подразумевалась, что это должна быть именно массовая онлайновая, такая в долгосрочной перспективе продукт А не тот продукт, который исчерпывает себя за одну неделю, когда люди за одну неделю умудрились получить от игры абсолютно все А сейчас сидят, объявляют бойкот и читают новости, постят комментарии на форуме о том, что опять очередной патч все испортил Очередные дыры в балансе обнаружились, а потом оказывается, что самое вкусное, некий мистический катаклизм, на который все упывают У-у-у, вот выйдет катаклизм, вот тогда-то Андема раскроется, вот тогда-то У-у-у-у, да-да-да-да Да, это как в этой вот зарисовке там из Мои-cards, а я-то в советские времена, у-у-у, а я в советские времена, у-у-у Ну вот, и здесь примерно то же самое, вот выйдет катаклизм, будет у-у-у, причем, что это такое, никто не знает Вот, и я более чем уверен, что когда в мае этот катаклизм наконец-то состоится, это будут масштабные, в первую очередь, похороны самого проекта, который не сможет вернуть к себе поклонников. Ну, в принципе, это и будет катаклизм. Все соберутся, откроются в портал. Это будет катаклизм компании, да, увы. Да, и из него вылится всё, что о нас думается в BioWay или как-то. Ещё один катаклизм будет называться Firestorm. Дело в том, что компания DICE, опять же Electronic Arts, показала трейлер своей королевской битвы, которая вскоре появится в Battlefield V. Эту королевскую битву все, конечно же, очень ждут, действительно. Все уже устали от Apex, все уже устали от Fortnite, всем уже надоел PUBG, да, поэтому... Поэтому все ждут новую королевскую битву, на этот раз с тракторами, да, в качестве транспортного средства и какими-то дельтапланами. В ролике, посвящённом анонсу королевской битвы, подозрительно много мужиков. Внезапно, да, где... Очень много мужиков и как-то... И как-то они, по-моему, даже чуть ли не на первом плане. Ну, в принципе, DICE прямым текстом в Твиттере сказала, что королевская битва является дополнением к проекту, что основной их... Соломку подстелили, потому что очевидно, что дропнется всё это дело и люди не будут в это играть. Само собой, это уже понятно, что королевская битва в Battlefield не очень нужна. Тут, понимаешь, в чём проблема? Задний, не исключаю сейчас. Понимаешь, в чём проблема? Мой ролик по поводу умом Electronic Arts не понять, да? Да. И вот я в очередной раз не понимаю. То есть, в том ролике я как-то не понимал, как можно две мультиплеерные игры запускать в один месяц, при том, что обе игры как бы предполагается, что будут супер-блокбастерами, имеется в виду Apex Legends и Anthem. Тогда я ещё не знал, что собой представляет Anthem, мне казалось, что это будет бомба уровня дивизии Destiny, да? Ну, вот когда их запускали, люди такие, вау, это всё, и сотни тысяч человек в онлайне сидели. Никто ж не мог предсказать, что от компании BW, от именно ядерной вот этой вот студии, появится вот такое вот дело. Вот, и сейчас запускается королевская битва в Battlefield V. Когда там, 25 марта, да? Вроде бы. Да, 25 марта. Одновременно с этим, ну, не почти одновременно, но также в этом месяце в Apex Legends стартует боевой пропуск. Ну, то есть, очередная попытка продвинуть проект. Да. Ну, такая, главная, одна из главных. И вот меня товарищ спрашивает, вот, тут сейчас скидки на Battlefield V, может купить ради этого Firestorm? Я говорю, ну, смотри, что тебе важнее. А он фанат Апекса. Я говорю, вот, смотри, что тебе важнее. Купить боевой пропуск в Apex Legends или Battlefield V с непонятно каким Firestorm? Даже по скидке. Да, это, в общем-то, очевидно. Сейчас мы имеем... То есть, боже, две игры одинакового жанра от одного издателя. Блин, ну, кто так делает? Причем оба, которые стартуют, имеется в виду, боевой пропуск в Apex Legends и сам старт нового проекта в формате Battlefield V, в один месяц и примерно в одни даты. Блин, ну, кто так делает? Ну, так Battlefield уже сливают. Понимаешь, электроника акций у них есть дурная привычка, точнее, не дурная привычка, эффекта заложников финансового отчета плюс ветрелок. Вот, и у них Battlefield считается недобравшим. Игра продала 7 миллионов, но не до 8 миллионов. Возможно, сейчас игра тоже не так хорошо продается, как хочется Electronic Arts. Electronic Arts нужен был взрыв к концу финансового года. Они вот бахнули Apex. Ну, и взрывной волной, в общем-то, накрыла и без того недобирающий Battlefield. Судя по тому, что они запускают боевой пропуск, то есть, ну, сколько там, 50 миллионов аккаунтов в Apex уже есть. Читеры там цветут и пахнут, то есть все нормально. Всех банят, новые аккаунты, движуха, веселье. Деньги выкачивают, вон там, у нас была новость, какой-то человек сколько, 500 долларов, по-моему, потратил на то, чтобы ножик вот выбить комплекты реликтового оружия. А с боевым пропуском еще веселее все будет, да? А с боевым пропуском еще веселее все будет. То есть, новая любимая девушка у Electronic Arts появилась и, соответственно, старая в виде Battlefield может где-то там вот в углу сидеть. Опять же, за королевскую битву, напомню, отвечает студия Criterion Games, это даже не DICE. DICE уже, честно, открестились, сказав, что будут развивать только мультиплей. Это уже не та Criterion Games, которую мы знали по сериалам Burnout и по великолепному шутеру Black. Вот именно. А это уже такая просто, судя по всему, команда подмастерья, как сейчас условные Raven. Content Creators, скажем так. Content Creators. Да, они создатели игр в таком более широком понимании, где еще слово творчество можно использовать. Тут как-то сложно использовать слово творчество. Кстати, опять же, наличие мужиков четко дает понять, что это вторичный продукт для современной электроника. Так, успокойтесь. Поэтому, да, между выбором Firestorm и Apex, конечно, Apex. У Apex светлое будущее. Apex точно будет развиваться в ближайшее время, бурно развиваться. А Battlefield, ну, что там, в этом году у них нет ничего крупного на осень по шутерам, по-моему. Хотя, может, опять чем-нибудь стрельнут, кто их знает. А Battlefield будет вот себе так тлеть. Ой, тлеть. Тут еще другой проект тлеет. И речь идет о Папк, который, как известно, был таким вот главным виновником того, что на рынке появилось столько внезапно королевских битв. То есть, Папк показал, что королевские битвы могут быть чрезвычайно финансово успешными. Но, опять же, из-за медленного развития, из-за нерасторопного развития, из-за технических, огромных технических недоработок, Пальму первенства у него очень быстро перехватили, да. То есть, сейчас можно уверенно утверждать, что тот же самый, ну, понятно, Fortnite уже давно обошел Папк, даже Apex Legends уже обошел Папк, скорее всего. Причем Папк уже больше является такой PUBG, да, как его называют. Он больше уже китайский бренд, чем европейский или американский. Очень четко по стиму заметно, когда Азия засыпает, там в Папке остается всего ничего людей. Вот, и китайские читеры, что называется, уже не могут работать. А потом снова начинается утро, китайские читеры просыпаются, потягиваются и со своими ботами, aim-ассистами устремляются на сервера для того, чтобы зарабатывать шмоточки, да, и продавать их потом. И прокачивать аккаунты, и тоже их потом продавать. Вот, отличный бизнес, да, можно карьеру на этом деле совершенно точно сделать. Это я, конечно, шучу. Вот, и вот Брэндон Грин, знаменитый создатель Папка, который до того, как подключился к корейской компании, ходил от создателей DZ к создателю AMH1Z1 и говорил, ребята, у меня есть классная идея, вот, посмотрите на мой мод, давайте что-нибудь замутим. Ну, вот, его посылали, сказали, мы сами справимся. Где находятся эти ребята сегодня, всем хорошо знаю, да. То есть, DZ так до сих пор не смогли довести до вменяемого состояния. Как бы они ни называли то, что у них сейчас получилось, это... На них, по-моему, мы опять переименовали H1Z1, кстати. Ну, это уже другая компания, да. И корейцы предложили ему возглавить небольшой проект. Этот небольшой проект быстренько слепили на движке Unreal из готовых ассетов. В общем-то, именно поэтому Папка отличается удивительной невзрачностью. То есть, это игра, в которой нет ярко выраженного собственного индивидуального стиля, к сожалению. То есть, его легко можно перепутать с чем угодно, как ни странно. Вот, и эти ребята в конечном итоге попросили, после того, как популярность Папка начала снижаться и снижается до сих пор, и Брэндон Грин уже не является главой разработчиков, уехал в Амстердам и там занимается поиском каких-то свежих идей, да? В Амстердаме. Да, в Амстердаме есть пара... Как бы это иронично не звучало, конечно, сейчас. Есть пара мест, где можно найти свежие идей. Вот, то есть, в данном случае, мне кажется, что он, как человек, который предложил классную идею, вот, конечно, не знаю, конечно, что было написано в условиях контракта, вполне может быть, что корейцы его очень ловко кинули, да, потому что изначально-то они не рассчитывали, что Папка вообще будет популярным продуктом. Изначально рассчитывалось, что там, если продадут 300 тысяч копий, то это будет уже... Будет успех, да. Да, оглушительный успех. Вот, а потом внезапно 30 миллионов продали, и такие, куда это, что это с этим, что делать с такими деньгами? Срочно вызываем всех шлюх и весь кокс на континенте. Да, потом поняли, что проще в Амстердам переехать, зачем постоянно их озам... Да, да, потому что у меня лично нет понимания того, чем еще они занимались, кроме как в горах кокаина кувыркаться со шлюхами, потому что проект не развивался. Монетизация. Они обвазовали его монетизацией. Да, да, да. Аудитория быстро такая достаточно снижается. Брэндон Грину сказали, ну, все, парень, теперь ты с нами. То есть, товарища, по сути, в очередной раз выбросили, там, иди, креатив себе, там, иди, ищи веселые идеи. А это, по сути, человек одной игры. То есть, который придумал одну концепцию, и, в общем-то, все. Вот, ночь примерно тот же самый. Человек, который придумал одну концепцию, и, в общем-то, все. Ну, ночь грамотнее по итогу, допустим. Ночь, молодец. Ночь свою и сам сделал свой проект. Ну, он снизу свой проект вытащил, да. Да, брэндон Грин пошел работать на дядю, и дядя в итоге воспользовался моментом. И в итоге за миллиард себе лички продал Майнкрафт. Вот, Грин, ну, опять же, в случае с Пабгом, там у него начались очень сильные стагнации, когда игру просто начали зверско обмазывать монетизациями. Кстати, неизвестно кто, ну, судя по всему, корейцы. Хотя, может, и Грин сам, когда ребята поняли, что вот оно, вот оно счастье, они так усиленно принялись обмазывать монетизациями игру, что забыли про собственную игру. И в итоге вышел Фортнайт. И я считаю, что взлет Фортнайта, ну, вот до того уровня, что много мейнстрим-медиа, и некоторые сайты, по-моему, типа Guardian или Mirror, там, британских новостных ресурсов, ну, не игровых, они называют Фортнайт как лидера, а Пабг как, скажем так, догонятия. Хотя все, в общем-то, изначально было наоборот. Но они вот этот момент профукали, и сейчас ты правильно заметил, что эта игра, в первую очередь, рассчитана на азиатский рынок. И, соответственно, там, в первую очередь, надо идеи по монетизации, монетизации, особенности работы с китайским, корейским и другими желторотным сообществом. Вот это вот все надо, понимаешь? А Green, он, Гайдзин, ему сказали, иди, иди что-нибудь еще придумай, потому что, ну, будем откровенны, он, что Пабг в плане механики такого выдающегося предложил за годы своего существования? Ничего. Вот, к сожалению. Так, а теперь мы поговорим более обстоятельно про дивизию вторую. Игра вышла, игра пользуется достаточно серьезным успехом, во многом из-за того, что Ubisoft, как мы уже отмечали, там, очевидно, хорошие продюсеры сидят, ребята умеют не ломать то, что работает, систематически задвигают странные идеи, которые создаются, опять же, реализуются за копейку, вот, они на этих проектах тестируют какие-то новые концепции, не взлетит, хрен с тобой, взлетит, о, давайте дальше копать эту тему. Ну, стоит отметить, опять же, вот это Fortnite, ой, Fortnite, Far Cry New Dawn, да, вот, который вышел, плохой игрой в итоге оказался, тем не менее, продажи вроде как неплохие, но вот что-нибудь с этим делом можно в итоге будет сделать. Вот, нас же больше всего интересует конкретно один проект под названием Divizia 2, которая вышла в эту пятницу, пользователи, которые, так называемые премиальные пользователи, которые купили золотое и ультимативное издание, получили возможность... VIP, да, VIP, получили возможность прикоснуться к этому счастью раньше всех на несколько дней, прокачаться по полной программе и дойти практически до эндгейма. За себя скажу, что до эндгейма я не дошел, вот, игра для меня лично достаточно длинная оказалась, я сейчас где-то там то ли 14, то ли 15 уровень, но у меня не было так много времени, мне пришлось просто пересобирать компьютер, у меня два дня его, по сути, не было. Вот, и, к сожалению, для всех ненавистников Divizia 2 должен заявить, что игра-то удалась, по крайней мере, поначалу, по крайней мере, именно с точки зрения игры как шутера, как кооперативного шутера, как проекта, в котором ты исследуешь огромный пустой город, узнаешь историю, что произошло, пытаешься помогать людям, выжившим, восстановить, если непорядок, да, ну, просто защитить их от тех банд, которые присутствуют, всего в игре три фракции, каждая из этих фракций серьезно отличается друг от друга, это, кстати, прикольно, когда ты на самом деле замечаешь, что вот эта вот фракция и вот эта вот фракция, они принципиально отличаются друг от друга в методах ведения войны. Кроме того, стоит отметить, если вы хотите хороший шутер, то здесь вы найдете отличную стрелковую модель, вау, здесь вы найдете более чем хороший искусственный интеллект противников, он не гениален, противники иногда забегают в тупик, они могут бежать на тебя, а потом испугаться бежать обратно, но в плане координации совместных действий, особенно после дебилоидных болванчиков из Андема, которые стоят на месте и все, там просто вызывает экстаз. Когда противники, например, ты делаешь выстрел поверх голов, и они сразу моментально разбегаются в стороны, именно не за одним кустиком начинают прятаться, они в стороны, шух, и начинают окружать, один с одной стороны, другой с другой, третий бросает гранату, то есть достаточно неплохие совместные действия, не бегут на рожон, обычно пытаются использовать свои, опять же, способности, у них тоже есть, как у агентов, в дивизии мы играем за агентов, которые могут всякие минки, гранаты, дроны специфические выпускать, которые тебя начинают преследовать. Класс. Вот, поэтому чисто от геймплея получаешь удовольствие, от визуальной составляющей получаешь вообще огромное удовольствие, поскольку движок этот, Snowdrop, он отличается выдающимся, каким-то ненормальным, если сравнивать с другими проектами, способностью отрисовывать огромные уровни, быстро загружаться, спокойно работать с открытыми пространствами и закрытыми, со сложными световыми эффектами, тенями, отражениями. Вау! Вот ты просто смотришь, идешь по этому городу, и, блин, мусор вот эти там, собаки, бегающие, олени, вот, где-то банды начинают друг с другом перестрелки, ты чувствуешь, что город живой. Вот, заходишь просто так, заходишь в закоулок, видишь какую-то дверь, заходишь в нее, опа, ты уже в доме. Иногда, особенно хороши сюжетные локации, которые рекомендуется проходить в несколькером, вау! То есть, каждая сюжетная локация это отдельный сценарий. Это яркие декорации, это бодрый темп, когда тебя постоянно прессингуют, на тебя выходят боссы, ты с ними там пытаешься расправляться. Что приятно, в игре есть несколько уровней сложности, ты можешь на уровне сложности, так сказать, кампании проходить это. И вот у меня был момент на стриме, когда я поставил нормальный уровень сложности, я думал, ну, что, на изи играть. И тут я увидел совсем другую игру. Тот самый момент, когда уровень сложности влияет и на количество врагов, и на их качество. Просто моментально преображаются уровни, моментально преображается само ощущение от игры. То есть, когда ты идешь вроде бы от той же самой локации, где был 5 минут назад, вот, ты прошел этот уровень, и тут внезапно совершенно новые вот эти мини-боссы фиолетовые, куча боссов, причем много-много простой солдатни на тебя агрессивно бегут и уже становится выиграть не так-то, не так-то просто, даже такими упорными совместными действиями. Шикарно. Плюс к этому, в игре есть поддержка кланов, что только приветствуется. В игре есть хороший гейм-контент, именно рассчитанный на тех людей, которым нравится от мультиплеерных игр практически все. То есть, если вам нравится кооператив, кооперативные забеги, уничтожение боссов, пожалуйста. Если вам нравится мультиплеер, вот вам раз, два, три темные зоны. Если вам нравится мультиплеер, он у нас тоже есть. Правда, мультиплеер, он достаточно своеобразный. Противники отличаются огромной живучестью. Также стоит учитывать, что противники, ты туда заходишь своим собранным агентом, лучше иметь хорошее обмундирование, лучше иметь хорошо подобранную экипировку и гаджеты, естественно, которые помогут тебе выжить в первую очередь. И противники тебя в этом плане могут очень сильно удивлять. Потому что, когда ты заходишь, например, со своими, вот я заходил посмотреть, что такое мультиплеер, на мне зеленые шмотки были. Ну, то есть, такого, самого-самого плохого качества. Ну, есть еще белые, но это вообще не о чем. Вот. А против меня воевали ребята, там, кстати, показывается, когда тебя убивают, во что одет противник, ты такой болеин, а ты весь фиолетовый, ты уже в легендарках, да что на тебе там за спецпассивные способности работают, о нет, лучше я отсюда выйду. В общем, мультиплеер, конечно, лучше соваться, когда уже 30-й уровень, более-менее собрал своего агента и более-менее уже умеешь им пользоваться. Вот. В целом, я не знаю, конечно, как эта игра будет развиваться дальше, но на данном этапе я, ну, наверное, ну как, в восторге, мне все нравится. Я даже не знаю, к чему придраться. даже багов нету, вылетов нету, а, показательно багов, была одна проблема, я зашел в темную зону, что-то глюкануло, и она внезапно опустела. Пришлось выйти из игры, зайти заново, но я могу это все сбросить насчет того, что у них систематически обновляются сервера, возможно, я попал именно на обновление сервера. Вот, и нужно было действительно перезайти. Вот, 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 внезапно, внезапно вот так тоже можно делать. Ну, а как же схоже с первой частью, хотя это в стиле Ubisoft'а? Схоже с первой частью в данном случае воспринимается как благо. Лучше взять и ничего не ломать, да, чем вот получить второй какой-нибудь Anthem. Ну, тут я, кстати, соглашусь, опять же, Ubisoft умеет в сиквелы. Ребята все сделали грамотно, они воспользовались сейчас знаете, что только стоит учитывать. Вот у них сейчас работает та же самая античитерская программа, что и в Apex Legends, и стоит смотреть, как они будут бороться с читерами, потому что читеры, баги, эксплойты убили мультиплеер в первой дивизии. Один из программистов в свое время говорил, что в первой части The Division были серьезные проблемы на фундаментальном уровне, которые нельзя было выпачить в принципе. То есть, они были изначально в каком-то там в самом фундаменте игры, там движка или кода, я уже не помню чего, и все. Если они в этот раз их исправили, то молодцы. Ну, или исправят в будущем, в смысле, если они делали так, что этих проблем уже не будет, а все вот нынешние баги, источники для читерства и так далее, их можно убрать, в отличие от первой части, где некоторые вещи, насколько я знаю, убрать нельзя было, то это хорошо. Это уже лучше, чем было. Плюс, я, конечно, отмечу еще одну вещь. Люди спрашивают, стоит ли сейчас покупать первую дивизию, если уже есть вторая. Первую дивизию покупать стоит, если не играли, во многом из-за того, что атмосфера этих игр отличается. В первой части более депрессивная, более мрачная, такой ночной Нью-Йорк. Плюс, там сюжету именно вот этого террористического акта уделяется больше внимания. Здесь ты уже все-таки через много-много месяцев после со всем этим делом разбираешься, и там уже причина не так важна. И сюжетная линия там на самом деле хороша. Ее можно пройти одному, можно пройти в кооперативе с приятелем. Игра до сих пор живая. Понятно, что сейчас основной костяк перейдет в дивизию 2, но именно за те копейки, за которые ее сейчас продают, первую дивизию имеется в виду, игра более чем достойна внимания. Вторая часть здесь еще интереснее, поскольку она является более расширенной, более правильной версией первой, как на мой взгляд. То есть, разработчики переделали баланс, переделали стрелковую составляющую, доработали фракции, которые были, ну, в первой части вот эти сражения с одинаковыми гопниками не сильно-то развлекали. Добавили на самом деле интересных вот этих сюжетных квестов исправили. На самом деле, многие люди, которые сейчас прокачиваются, я уже смотрел несколько роликов, докачались до эндгейм-контента, внезапно оказывается, что собрать свой билд не так-то просто. Внезапно оказывается, что на всех предметах очень много всяких пассивных параметров, которые можно интересно комбинировать друг с другом. А здесь разработчики подошли к тому, что с одной стороны у нас есть как оружие, да, с другой стороны огромное количество всяких там рюкзак, бронежилет, наколенники, кабура, там и прочее. То есть, все что угодно можно улучшать, и все это имеет какие-то свои дополнительные именно ролевые параметры, которые опять же влияют на твою эффективность в бою. Конечно, Ubisoft не была бы Ubisoft, если бы ко всему этому не пришила не навязчиво-навязчивую систему монетизации, тут они молодцы, потому что у них с одной стороны есть твой внешний вид, который определяется теми гаджетами и той экипировкой, которую ты носишь. С другой стороны есть шапки, майки, перчатки, штаны, рубашки, куртки и прочее, которые тоже хочется иногда поносить, чтобы выделить своего героя из общей толпы других агентов. И здесь уже ребятки платить. Или есть возможность получать эти вещи бесплатно, выполняя различные условия. Не эти вещи, а есть возможность кастомизировать внешний вид за счет находок в городе, за счет выполнения определенных заданий. Но основная масса раскраски для оружия, вот эти самые забавные облики, эмоции. Вот здесь, конечно, тебя ненавязчиво так отправляют в направлении магазина. Ненавязчиво, прям мол, нажми на меня, у меня обновление, посмотри, какие классные шапочки мы подвезли. Так что тут компания Ubisoft молодец, гораздо удачнее той же самой, кстати, системы в Andem, которой ты, раскрасив один раз своего персонажа, вот после этого к этому вопросу больше не возвращаешься, потому что тебе, в общем-то, плевать на то, что они там продают. Вот один облик страннее другого, да, и не в пользу красоты, кстати, еще идет. Так что тут Ubisoft тоже поступило хитрее, это здесь в данном случае не в плюс, я просто хитрее, молодцы. Давайте, ребятки, жгите дальше. Ну, Ubisoft, во-первых, выпустила неплохую игру, которая уже доставьте неплохая. Да, по крайней мере, к ней вопросов как таковых гораздо меньше, ну, опять же, все зависит, то есть это предварительное мнение, опять же, стоит очень много еще проверить, посмотреть на Endgame, посмотреть на темные зоны, посмотреть на мультиплеер, в ней очень много контента, это стоит учитывать, то есть это не тот же самый, да, типа Адам, который ты зашел, прокачался, а, ну вот, вот теперь и все. Так, у меня есть три рейда, у меня есть вот четыре класса, и, в общем-то, теперь я буду днями и ночами ходить в эти рейды, выбивать какие-нибудь, пытаться выбивать какие-нибудь легендарные шмотки, и это все, чем я буду заниматься вплоть давая, когда выйдет вот этот вот самый катаклизм. Здесь все гораздо разнообразнее и увлекательнее, конечно. Вот, плюс, опять же, разработчики Destiny обещали рейд именно как рейд, не просто там на четверых мероприятиях, там, по-моему, на восемь человек. Да, не на восемь человек обещали. Очень сложно, очень крутой. А, ну и плюс же еще, главная фишка этой игры заключается в том, что когда ты проходишь кампанию, я сказал про три фракции, на самом деле их четыре, появляется четвертая фракция, в которой есть боевые роботы, там автоматические турели, укрепленные морпехи, ну, ну, то есть нормальненько, нормально. Там уже эндгейма, наоборот, ждешь с большим интересом, особенно там вертолеты начинают летать, класс. То есть именно та игра, которая со временем раскрывается все больше и становится все интереснее. И плюс, опять же, я не могу не отметить, насколько шикарно сделаны здесь декорации. То есть я хожу, я не могу наесться этими декорациями, так вау, заходишь в один район, вау, заходишь в другой район, вообще красота. Хотя действие происходит в Вашингтоне. А Вашингтон-то мы уже один раз видели, кстати, в играх. А где? Fallout 3. Fallout 3, ну, там... Ну, там такой-то. Там 50 оттенков бурого. Или коричневого и серого, я уже не помню. Называется, почувствуйте разницу. Ну, там Game Brio, который похуже, чем Snowdrop, к сожалению. Да-да-да, к сожалению, этот движок с Бетездой останется у нас и когда мы увидим Тест-6, Zelda Scrolls 6. Ой, Бетезда... Чтобы там разработчики Fallout 76 где-нибудь не остались. Бетезда Never Changes. Окей, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, что вам подобный формат тоже пришелся по вкусу. Тут вот все, все негативные комментарии в адрес Михаила, пожалуйста, пишите, потому что это он виноват, простудился, заболел, не пришел. Вот, так что, ну, ставьте лайки, желайте Михаилу скорейшего выздоровления и подписывайтесь, если вы еще не с нами, вот, а если вам прям хочется поскорее узнавать об обновлениях на данном канале, жмите колокольчик, тоже штука полезная. Ну, и вот на этом, пожалуй, все новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok